друзья это видео конечно должно было быть немножечко другим должно было быть накрашено хотя бы да никаких детей в кадре как обычно не бывает на моем канале но в связи с тем что происходит с моей жизни иначе никак друзья мои так что погнали новые заключительные в этом году эпизод в новом для вас и для меня на самом деле тоже формате влога он не новый конечно же у меня тоже есть влоги на канале но вот таких роу таких чистых голых наверное еще не было с наступающим но я все-таки решила надеть сережки хотя бы для приличия и сделать новогоднее настроение несмотря на что я болею ой дети болеют вообще все сложно в общем готовить сегодня мы будем печенье агатиком агатик болеет в общем будем сейчас готовить печенье мы его очень любим и она ассоциируется с новым годом а попутно я буду вам рассказывать еще и о том собственно что я делаю в петербурге после 10 лет проведенных калифорнии в общем и сейчас я все смешиваю за кадром потому что в кадре это будет выглядеть не очень я же не кулинарный все-таки блогер да гатик помогает мне сегодня и потом мы вот такими формочками будем вырезать маленькие печенюшки ну давай значит друзья мои почему я вообще уехала из такой прекрасной хваленой калифорнии это без сарказма это действительно так там прекрасные места и не зря я там в общем-то прожила 10 лет я не считаю что это какая-то ошибка молодости как говорится это не так это уже не нужно я считаю что все все что происходит в моей жизни она абсолютно закономерно и этот этап новый который вы сейчас имеете часть в общем наблюдаете и в общем вернуться в россию свой родной город санкт-петербург я хотела ну сразу практически как уехала в калифорнию у меня не было никогда даже особой мысли переезжать с концами как говорится на всю жизнь я это делала уезжая замужем надо подождать теперь зайка когда тесто подаст будет подостынет и мы сможем из него уже делать печенье видишь она еще пока такое жидковатое сейчас она поставит холодильнике и мы продолжим так вот и уехала я когда мне было 30 лет вот и переезд мне удался довольно сложно несмотря на то что я всегда работала я всегда что-то делала помимо материнство если так можно сказать потому что я уехала в калифорнию с работой и работала еще какое-то время на удаление но потом это стало совсем неудобно для компании которую я работала и я в общем забеременела этот момент и этот ребенок но это моя старшая дочь более была очень кстати потому что ну как-то это все оправдывала потерю работы мою любимую работу которой я так так давно на ней работала 8 лет друзья каждую рекламную интеграцию я обычно рассказываю какой-нибудь факты своей жизни в прошлый раз я рассказал там что переехал санкт-петербург и вернулась на свою работу работала я кстати говоря 10 лет назад арт-директором бренда be free а сейчас я занимаю позицию креативного директора бренда be free начинала я в 2006 году в этом бренде как стилист бренда я наряжала манекены делал тренинги для продавцов-консультантов создавала образы для фотосъемок каталогов на сайт и в общем множественных рассылок и вся стилизация в общем-то была на мне это была безумно интересная работа с которой я в итоге выросла и потом прошла путь и до арт-директора этого бренда и уехала потом в эмиграцию в калифорнию и после переезда когда я стала работать на себя как стилист завела себе вот этот youtube канал я стала персональным стилистом специфика этой работы очень очень отличается от того что я делала до этого и мне пришлось на собственном опыте а у меня действительно был уже большой опыт работы с одеждой со стилистикой и у меня высшее художественное образование поэтому в принципе эта база большая позволила мне выработать свою систему стилизации которая мне потом позволила быть профессионалом на этом поприще но если у вас нет времени в виде вот такого количества труда часов годов я бы даже так сказала то вам обязательно нужен курс который вам закроет все вот эти пробелы наполнит вас информации и запустят собственно в эту профессию самым легким способом и такой курс есть это курсы от fashion factory курс стилист курс длится три месяца а в нем вы встречаетесь с восемью экспертами практиками итоге это 100 учебных часов и по моему и два и две шопинг практики на этом курсе вы изучите различные инструменты и типирование и колорирование и вообще работы с клиентом от а до я и конечно профессия стилиста это всегда ваше полное управление своим временем можете выстроить график так как вам будет удобно совмещать это с какой-то еще другой работой и как это делаю сейчас я например и спокойно себе делать свои дела или неспокойно как я это делаю когда вы знаете что делать то что если вы не знаете с чего начать то этот курс или вы знаете и хотите повысить свою квалификацию то скорее всего этот курс точно для вас ну а еще это очень классный подарок себе или своим близким на новый год представляете вы дарите можно сказать новую профессию своим родственникам или сами себе мне кажется что новый год можно начать с новых планов особенно получение новой профессии да и просто новых знаний которые пригодятся вам мне кажется на всю жизнь поэтому проходите в описании под это видео и регистрируйтесь на курс по ссылке в описании потом началась моя вот эта семейная жизнь до замужества мы с мужем никогда не жили вместе то есть мы познакомились с ним онлайн мы у нас разворачивался роман после этого мы решили пожениться потому что просто сожительствовать бросая здесь все и я не хотела поэтому поженились и конечно первые наверное лет пять это была такая вообще изучение меня в семье потому что мне до этого не было таких длительных отношений чтобы я жила да еще ребенок смена работы смена страны смены языка в общем очень много перемен которые естественным образом сказались и на моей фигуре ну в рождении ребенка и куча-куча стресса все это в итоге вылилось плюс 26 килограмм постепенно постепенных и я не из тех кто любит очень спорт вот занимаюсь ими эпизодически и поэтому например платформа fitstars которую я очень часто здесь упоминаю своих видео мне очень помогает поддерживать хоть какую-то физическую активность потому что если бы я вообще ничего бы не делал потому что заставить себя ходить в зал спортивный особенно сейчас когда за окном то мороз то слякоть и световой день вообще какой-то непонятный для меня отвыкший для моих детей это вообще шок контент как говорится то конечно fitstars и платформа фитнес платформа fitstars безумно безумно помогают мне немножечко себя приводить форму и поддерживать ту форму которая есть потому что из-за стресса я могу то скинуть вес то набрать снова все это очень очень-очень подвижно но я этой платформой еще такой эпизод был я недавно рекламировала один бренд одежды и они мне пишут после этой интеграции город что такое вообще как на канале плюс сайс вы тут рекламируете фитнес в нашем видео где вы ставили свою рекламу и для меня это был такой шок что сами же и девушки женщины которые создают одежды для сами же собственно говоря закапывают себя в своих же каких-то убеждениях что девушка плюс сайс не может рекламировать фитнес платформу или какую-либо другую поддерживающую свой здоровый образ жизни для меня это было конечно шоком я объяснила что очень зря что вы так считаете но в своих видео я могу ставить любую рекламу которая не противоречит законам той страны в которой я живу если вы хотите воспользоваться классным предложением то обязательно ходите по ссылке в описании и занимайтесь спортом в удобное для вас время в удобной для вас форме или без формы я имею ввиду да одежду занимаетесь не только спортом но и осанкой кстати говоря потому что я считаю что осанка это одна из важнейших составляющих женской красоты и мужской тоже в общем человеческой красоты будем так говорить не будем сексистами никакими сейчас я делаю программу пилатеса пилатес он поддерживает весь мышечный кор и в общем делает нашего в частности делает осанку более стройный приятный вытянутый как говорится и от этого и одежда сидит по-другому и голову вы держите по-другому и вот этот вот угол молодости да мне так часто стали показывать может быть из-за того что у меня возраст уже какой-то подошел до когда мне нужно это делать видео выскакивают бесконечными подтяжками утяжками лица какой-то мезопластика или там какой-то я не знаю круговой подтяжкой и там везде вот это фигурирует угол молодости где вот что 2 подбородок не висел конечно не осуждая людей женщин в частности которые совершенствуют себя вот таким образом пытаются полюбить себя так но сама бы я конечно вряд ли бы решилась на такие примитивные меры вот поэтому пилатес и хорошее настроение вообще комфортная жизнь наверное это определяющие внешнего вида любой женщины все что дальше это уже на мой взгляд немного поломанный социальный конструкт который нам навязывают и при помощи ютюба тоже вот так что проходите по ссылке в описании регистрируйтесь по моему промокоду на fitstars у вас там будет большая скидка своим промокодом германова и занимайтесь собой второй момент это прическа на мой взгляд классная удачная стрижка может поменять не только ну как бы внешний вид что первично смене прически но и осанку кстати говоря тоже и вообще образ жизни образ мышления даже поэтому а в санкт-петербурге очень много мастеров и не только санкт-петербурге да я просто в частности и они здесь более более доступны это кстати был еще один ну понятно что не из-за этого я переезжала сюда но блин в 10 раз дешевле услуга топового стилиста в калифорнии и санкт-петербурге понятно что прожиточный минимум здесь ниже и все такое но ты когда понимаешь что ты платишь на на 400 долларов за свою голову до стрижку и покраску я не виду сейчас а платишь 7000 рублей это 70 долларов на примерно ну это условно сейчас говорю то ты понимаешь и то это или девять тысяч не девять это я уже там что-то себе брови ламинировала хотя вот это единственное что еще делаю со своей внешностью а все остальное я просто никогда никого не делаю потому что во первых мне времени сейчас нет я full time job мама которая занимается детьми оборудует все в доме и далее сейчас расскажу о том или прямо сейчас даже расскажу что за последние вот эти четыре месяца мы поменяли уже две квартиры три даже это третья а вещей у меня примерно столько же сколько если бы я там жила здесь наверное год лет пять вот примерно так у меня вещей потому что я очень люблю вещи одежду в частности я очень люблю когда есть выбор и вот поэтому вещь всегда со мной я наверное порядка не знаю 80 килограммов вещей привезла из калифорнии каких-то и большую часть я купила здесь в российских брендах и далее покажу их вам далее я имею ввиду в следующих видео так что не приключайтесь и обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить видео о брендах которые я смешиваю с американскими брендами которые кстати очень часто здесь вообще не знают даже о люди которые с модой связаны уезжайте из россии мне никогда не хотелось мне никогда не хотелось менять страну я я знаю людей которые прям хотят хотели это сделать которые считают что вот есть что-то лучшее для них других местах у меня такого такой мысли не было никогда у меня в общем то здесь все было кроме мужа и вот я за ним туда поехала грубо говоря и получила сполна собственно семейной жизни и все было прекрасно и я считаю что это это очень счастливые классные годы я помню я часто себя ловил на мысли о том что господи как же здорово мы сейчас проживаем ну я озвучивал это у мужа тоже что мы сейчас и живем нашу как бы вот счастливую жизнь такую со всеми вытекающими да у нас благополучие и все остальное но жизнь не состоит только из бытовых вопросов каждый год я ездила кстати говоря санкт-петербург это было обязательно такое паломничество не только я я думаю что многие смотрят меня из калифорнии знают каково это летать с детьми или с одним ребенком или с двумя через полмира это очень тяжелое вообще занятие это огромный джетлаг это всегда мучения это всегда очень большие затраты денежные в общем это это большая плата за то что непонятно за что иногда сама калифорния в той части в которой я жила а я жила в кремниевой долине и кремниевая долина это очень интересное место и как природное явление потому что сан-франциско это город которым всегда 15 градусов круглогодично сан-хосе это крайняя точка в эреи до вот этого места под названием название которое у всех на устах то есть место премниевой долины и окланд это три абсолютно разных города и сан-франциско это самый маленький город и самый наверно дорогой из этих городов но наверно еще дороже это пола альта конечно же и все там какие-то еще районы связанные с этим городом так вот это много национальный город где степень и уровень какого-то толерантность и уважение на очень высоком уровне и ты тебя никто никогда не будет задевать трогать в плане какого-то там грубить тебе потому что все понимают что все как бы здесь гости и в гостях ты ведешь себя обычно довольно прилично и не позволяешь себе лишнего соответственно там люди также водят машины люди соблюдают дистанцию и не знаю стоя в очереди это то что сейчас например я с чем сталкиваюсь да кто-то стоит прям поджимает везде и на дороге и в очередях но это такие мелочи которые которых ты обычно живешь и мало их замечаешь которые становятся чем-то очень понятным и очевидным и тем что ты в итоге потом вспоминаешь когда попадаешь совершенно в другие условия но я могу сказать значит смотрите у меня нету никакой позиции что там хорошо здесь плохо или наоборот вы никогда не дождетесь от меня того что я скажу что россия там в частности санкт-петербург это самое вообще лучшее место на планете а калифорния и америка это говно никогда я такого не скажу потому что потому что это не так вот и все и возможно для кого-то это так но для меня и для всех мне кажется адекватных людей все понимают что у каждого свой свое понятие о комфорте ментальной составляющей жизни в интересах которые окружают нас потому что когда я здесь рассказываю о том что я переехала из калифорнии из такой комфортной погодные условия такие комфортные там были такую вообще грязь и серость и слякоть питерскую как это вообще зачем я это сделала искренне удивляются так вот друзья я могу сказать что не это меня определяет как личность жить там где есть туалетная бумага в каждом общественном туалете и солнышко 24 на 7 не это главное вот конкретно для меня если для кого-то это важно хорошо это значит это просто вот ваши ваши критерии счастья видимо для меня это немного по-другому я не против питерской погоды потому что я родилась выросла здесь и я знаю почему это так и что ничего не изменится что бывают хорошие дни бывают плохие дни но опять же погода не определяет сущность вот я хочу на этом заострить внимание и конечно же мой переезд не связан никак с никакими политическими историями которые сейчас творятся и это мое желание скорее всего даже попробовать себя свои силы там в новых начинаниях новых профессиях новые профессии которые сейчас у меня почувствовать в отношениях с мужем потому что мы не развелись мы живем все еще пара семейная у нас нет никаких в этом смысле других историй то есть мы мы вместе а то мне тут кто-то написал о типа в питере толстых не любят типа худей я не приехала сюда за какими-то романтическими отношениями я скорее приехала сюда за силой этого города я еще раз хочу или я не говорила этого но я очень люблю этот город и в нем наверное вот часть меня вот и лучшего времени чем сейчас я не смогла найти потому что ждать еще ждать еще какого-то момента когда что-то наладится что-то будет по-другому ну так можно до старости дожить и не дождаться вообще всегда будет что-то что будет мешать и можно найти оправдание и не делать свою мечту явью и не делать ничего собственно потому что вот не то время не те условия еще вот этого недостаточно здесь я не подготовилась и так далее то есть решение о переезде принималось очень-очень с одной стороны долго и мучительно а с другой стороны моментально и ну для меня это было очень все равно очень сложное решение для всех для нас для моей семьи для моего мужа естественно но для меня было самым сложным решением почему потому что ну я беру на себя большую ответственность потому что я сюда еду не одна я сюда еду с детьми точнее не ехал я оставалась здесь мы приехали сюда летом и остались я слетала в сан-франциско за вещами кстати заболела ковидом этот год он на самом деле сложно еще и потому что я много болела у меня была пневмония в начале года прошлого в феврале у меня был еще там тяжелый какой-то грипп потом у меня случился ковид в августе и мы сейчас вот под конец года опять все болеем гриппом и конечно это все очень тяжело это такой очень-очень тяжелый год с одной стороны с другой стороны я наконец-то здесь и это это очень-очень интересно что я здесь что я себе позволила такой очередной моей жизни дерзкий поступок потому что когда я уезжала к мужу ну будучи замужем за ним это был тоже такой довольно дерзкий поступок все бросить и уехать куда-то вообще в неизвестность понятно что в известность да что я еду туда все-таки к человеку любимому и так далее но что я там буду делать кем я там буду это такие вопросы на которые должен всегда отвечать себе человек особенно и особенно женщина потому что я уверена что для женщины быть самостоятельной и быть осознанной в этом быть самостоятельной не в том смысле что тащить на себе всю семью и потрачить 24 на 7 хотя и это тоже возможно в какой-то момент в какой-то период жизни а уметь себя содержать уметь себя обеспечить уметь себе все организовать в какой-то момент быть конечно же беспомощной потому что мы все понимаем что беременность роды и все вот эти периоды это период беспомощности женщины за которые она расплачивается тем что она теряет много позиций на работе иногда и либо она должна каким-то образом балансировать между работой и новорожденным в любом случае женщине больше достается мне кажется в этой жизни чем мужчине мысль моя заключалась в том что мой переезд сюда он был довольно довольно понятным для тех людей которые меня давно знают но и то они конечно тоже удивились и сказали что это очень сильный поступок и наверное я еще не до конца осознала всю суть происходящего но я еще мало отрефлексировала я практически ушла из запрещенной в России соцсети инстаграм я практически ну я делаю только видео здесь на ютюб и основную свою рефлексию я делала обычно в инстаграме а сейчас когда у меня все силы вот настолько вот их вот столичка то они у меня естественно уходят на просто на работу быт на обустройство этого быта бесконечного потому что вот эти переезды переезды съемка одной квартиры потом второй переезд из них из третьей квартиры это все очень-очень-очень трудозатратно и я не могу сказать что это делает меня какой-то очень счастливый поэтому отделиться вечно усталым недовольным каким-то вот таким вайбом в соцсетях мне кажется это тоже как-то странно поэтому я ничего там не делала но хочу сказать но говорю сейчас что очень трудно очень тяжело но я чувствую себя очень сильной очень крутой я не могу сказать что теперь я могу все потому что ну конечно же я не могу утверждать это наверняка но вот этот наверное свой гештальт независимо от мужа организовать все для себя для детей еще и устроиться на классную работу этот вот гештальт я наверное закрыла на сегодняшний день теперь мне осталось улучшить качество всего что внутри да то есть работать лучше детей значит там устраивать получше найти время для отдыха потому что его сейчас очень мне не хватает и я страдаю от этого ну и вообще решить вопрос что делать дальше конечно тоже немаловажный вопрос который висит в воздухе до сих пор пока я предпочитаю не думать об этом потому что я только-только вошла можно сказать вот в эту жизнь а мне как будто этим вопросом пытаются следующую какую-то выпихнуть поэтому я посмотрим что будет дальше так что готовим дальше печенье что еще хочется сказать отметить в этом году в этом году я была впервые за несколько уже ну пандемийных лет да вообще сейчас идет такое большое возрождение недель моды и соответственно у меня выдался такой шанс ну и сама себе его собственно устроила это было очень классное событие ну во-первых потому что я встретилась со своей подругой старинной и у меня это тоже очень важно и ценно во-вторых потому что я увидела звезд которые которые видел в инстаграме только которые на которые была подписана или не была подписана даже скорее а я увидела анну винтур это огромный классный тоже такое не знаю впечатление которое ну формирует мою личность также на нее это воздействует это может казаться конечно кому-то странным непонятным действием но вообще неделя моды это просто классный перформанс и у каждого там своя задача ну и конечно Италия очень вдохновляет точнее даже не Италия потому что мы не были прямо в Италии мы были в Милане и я была в Милане первый раз и мне он тоже очень напомнил Санкт-Петербург мы шли с Викой с моей подругой как-то вечером по улицам центральным миланским и был такой желтый свет моросил там дождь какой-то и ну а Петербург же кто строил итальянцы соответственно это было очень-очень похоже на родные места вот и в итоге где я я здесь немножко о моей работе сейчас я могу стилизовать как персональный стилист если вы очень этого захотите но честно говоря у меня основная моя деятельность это моя работа в BeFree я сейчас там креативный директор и это очень сложно честно говоря прийти и сложность в первую очередь в том что понятно что я очень давно не работала в офисе я не я отвыкла от вообще такого активного ежедневного общения можно так сказать что все последние 10 лет работала на себя и это совсем другое естественно да но самое важное это то что я прихожу на довольно весомую позицию в уже сформированный коллектив и вот это очень-очень сложно потому что очень много рок-звезд те кто в IT индустрии знает что такое рок-звезд это такой термин в фейсбуке который обозначает очень крутых специалистов на линейных позициях и не только на линейных на топовых тоже и они могут быть абсолютно социопатами но при этом делать очень нужные компании вещи и соответственно компания их любит уважает и так далее это первое второе то есть это сформировавшийся коллектив со своими уставами как говорится и привычками привычками даже вот в общении с коллегами потому что креативный директор фэшн бренда какого-нибудь люксового да какого-то лакшери бренда это одно а креативный директор масс-маркет бренда это совсем другие задачи и цели и методы их решения поэтому поэтому да и мне сейчас конечно предстоит много об этом узнать попробовать и вообще понять как это как это вообще работать в таком большом коллективе где только в офисе сидит 400 человек бренд федерального масштаба магазины от по всей страны очень красивая сейчас мы ее положим сейчас зайчонок еще не готова да потому что мне еще хочется заложить много да и это очень интересная работа и я честно говоря когда делала свое решение мне уже поступил этот оффер и я очень хотела попробовать ну и конечно я не хочу говорить о своем личном я имею ввиду о своем муже потому что ну это наша личная вообще история и это очень классно что он меня в этом поддерживает и это очень сложно потому что расстояние потому что семья как бы разрывается хотя гостевой брак и вообще ну когда люди уезжают на какие-то не знаю длительные командировки например да или вообще в принципе сейчас очень многие семьи разделились после всем известных событий мне кажется это такая практика общеизвестная поэтому ничего удивительного что мы сохранили семью мы сохранили наш брак и сейчас он вот такой формат имеет посмотрим что будет дальше потому что просто сидеть и держаться друг за друга ни во что бы то ни стало но при этом быть нереализованными несчастными там где живет второй супруг да и может там что-то реализовать и сделать у тебя лучшее получается я же для вас делаю это зайчик ну я тоже делаю это ну делай я же делаю хорошо хорошо поэтому что хочу сказать верьте в себя верьте в свою мечту ничего не бойтесь непоправимых практически вещей не бывает в жизни ну и знаете если всегда бояться чего-то то вряд ли что-то получится в жизни все время за что-то держаться и все время пытаться удержать что что требует движения и какого-то развития потому что движение это жизнь вот ну что друзья хочу сказать пару слов напоследок надеюсь что в следующем году мы с вами будем видеться чаще что я смогу разобраться со всеми своими перипетиями с переездом с очередным и вообще жизнь наладится и все будет хорошо хотя когда вот так вот говоришь всегда что-то ладно все с наступающими вас праздниками поздравляю и желаю вам успехов в новом году подписывайте себе на мой канал не забывайте ставить лайки и колокольчики пишите желание которое которое бы исполнилось у вас в следующем 2024 году и мы будем все держать кулачки или пальчики как сказать и оно обязательно у вас будет всем пока пока